Здравствуйте! В эфире новости на шестом канале о самом важном в политике, экономике, бизнесе, культуре и спорте. Меня зовут Никита Каргаев. Сегодня в программе. Температуру измерят, маски и перчатки выдадут, а кабинку развернут входом к стене. В избиркоме показали, как будем голосовать с учетом коронавируса. Участок для голосования будет обрабатываться регулярно, не реже одного раза в час. Чтобы процедура была законной, а любые спорные ситуации разрешались мирно. Во Владимирской области открывают ситуационные центры для помощи наблюдателям на голосовании. На сегодняшний день более 5000 наблюдателей уже зарегистрировались. Переживают за сохранение деревьев в Добросельском. Жители Доброго боятся, что после реновации парка не досчитаются зеленых насаждений. Есть ли повод для волнения? Вот смотрите, мы прямо сквозь деревья проходим, трогаем деревья. То есть, то, что там повреждено, это сделаем, ну, ветки подреди коронавируса сделаем. То есть, максимально сохраняем все деревья. Две новых смерти от ковида за последние сутки. Такие данные по Владимирской области приводит федеральный портал stopcoronavirus.rf. Таким образом, общее количество смертей от новой инфекции в нашем регионе теперь равно 54. Что касается заболевших, то по этому показателю Владимирская область перешла очередную психологически важную отметку. В регионе теперь уже больше 4000 зараженных. На 23 июня 52 новых ковид-носителя. И таким образом, число зараженных увеличилось до 4006 человек. В лидерах по новым заболевшим – Вязники. Там за сутки плюс 12 пациентов с диагнозом ковид. На втором месте – гусь-хрустальный, плюс 11 новых случаев заражения. На третьем – Муром, там 9 новых заболевших. Общая статистика по области выглядит сейчас так. Владимир – 778 случаев, гусь-хрустальный – 634, петушки – 485, Муром – 364, Александров – 325, Ковров – 284, Собенко – 223, Юрьев-Польский – 164, Кольчугина – 137, Вязники – 133, Судогда – 114, Кержач – 97, Меленький – 77, Суздаль – 69, Камешкова – 52, Радужный – 31, Красная Горбатка – 26, Горховец – 13 случаев. Что касается победивших болезнь, то диагноз ковид за последний день снят с 31 пациента. Всего же от коронавируса в нашем регионе излечились 2278 человек. Владимирская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявили московские медики, которые приехали в наш регион по инициативе президента для передачи профессионального опыта. Бригада из шести врачей провела в нашем регионе две недели. Они посетили ряд инфекционных госпиталей, провели серию мастер-классов и телемедицинских консультаций в разных районах. В результате, как заявил старший врач бригады, эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется. Благодаря сотрудникам Департамента здравоохранения мы были полностью погружены в рабочие процессы по профилактике и лечению COVID-19 во Владимирской области. Не было никаких проблем с получением информации, в том числе эпиданных. Мы объехали много больниц в Александрове, Муроме, Коврове, Петушках, Гороховецком районе, посетили стационары во Владимире. Главное, что мы увидели, во-первых, специалисты на местах хотят работать и заинтересованы в достижении успешного результата. Во-вторых, учреждения здравоохранения региона обеспечены всем необходимым для этой работы. В итоге мы констатируем стабилизацию эпидемиологической ситуации, выход на плато, и это хороший сигнал. Пьяным выехал на красный на электросамокате. ДТП произошло рядом с остановкой улицы Дмитрия Погодина. По предварительной информации, 25-летний молодой человек, управляя электросамокатом в нетрезвом виде, выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора. Оказавшись на дороге, водитель двухколесного транспорта столкнулся с отечественной легковушкой «Ладой Грантой». В результате этого происшествия травму получил водитель электросамоката. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма с трясением головного мозга. Он будет проходить амбулаторное лечение. За сбыт наркотиков пойдут под суд. Прокуратуру области направила в суд два уголовных дела в отношении троих жителей региона. Они обвиняются в совершении 20 преступлений, сбытии наркотических средств в крупном размере и легализации преступных денег. Преступная группа из двух женщин и одного мужчины была задержана в мае 2019-го. Тогда в ходе досмотра у одного из членов группировки было изъято 50 пакетиков с героином. Общей массой более 280 граммов. Позже в результате обысков оперативники изъяли в общей сложности около 3 килограммов наркотического вещества. Запрещенные вещества злоумышленники планировали сбыть на территории нашей области и соседнем регионе. Руководство над группировкой по данным следствия осуществляло неустановленное лицо, находящееся на территории республики Таджикистан. Этот же человек обеспечивал оптовые поставки наркотиков в Россию. Задержанные в ходе следствия свою вину признали. Но неустановленного руководителя группировки уголовное дело выделено в отдельное производство. Проходят не более 12 человек в час, все в масках, перчатках и соблюдают социальную дистанцию. На одном из участков показали, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию с учетом коронавируса. На входе людям измеряют температуру, руки предлагают обработать антисептиком. Затем выдают одноразовые перчатки, маску и ручку. На специальном коврике нужно вытереть обувь. Далее человека направляют к представителю участковой комиссии за бюллетенем. Передвигаться по участку можно строго по выделенному пространству. Это сделано, чтобы голосующие даже в масках не пересекались друг с другом. Участок для голосования будет обрабатываться регулярно, не реже одного раза в час. Паспорт члену избирательной комиссии показывают на расстоянии с сохранением социальной дистанции. Маску голосующий приподнимет всего раз, чтобы подтвердить свою личность. После этого человек проверяет сведения о себе, расписывается в листке голосования, получает бюллетень и отправляется в кабину. Их, кстати, на участке будет две, на расстоянии друг от друга. Затем бюллетень опускается в урну, а проголосовавший по выделенному маршруту выходит с участка. Кстати, если еще на входе у вас обнаружат температуру, то с участка не прогонят. Для голосования в таких случаях предусмотрена отдельная зона. Участник голосования проголосует с помощью бюллетеня и его положит в переносную урну для голосования. Это аналогия голосования на дому. Этот избирательный участок большой. Вообще все участки для голосования в городе Владимире, они у нас по основной массе более 2000 участников голосования. Всего на территории Владимира будет 141 избирательный участок. Напомним, досрочное голосование пройдет с 25 июня по 30. 1 июля – единый день голосования. К тем, кто подаст заявку на домашнее голосование, приедут с урной и запакованным бюллетенем. Комиссия формирует группу из членов комиссии с правом решающего голоса и наблюдателей. И приезжает на транспортном средстве к участнику голосования. В данном случае член комиссии будет экипирован вот таким образом. То есть одноразовый халат, защитная маска, защитный экран. Уже сейчас жители области подали около 15 тысяч заявок о голосовании на дому. Заявить о том, что ты голосуешь дома или на участке не по прописке, нужно заранее. Кроме того, избирательные комиссии будут работать на придомовых территориях. После каждого дня голосования бюллетень и зурн будут выкладывать в специальный сейф-пакет. Он будет надежно запакован до подсчета голосов. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал. Дезинфекция перед голосованием. Как сообщают в МЧС области, чтобы обеспечить безопасность избирателей, в регионе проведут дезобработку. Коснется она всех объектов, которые задействованы в проведении голосования. Их в регионе насчитали 818. В основном это избирательные участки. Работу будут проводить дважды в сутки с 25 июня по 1 июля включительно. Силами местных властей и сотрудников МЧС. Всего от тревожного ведомства ежедневно будут обрабатывать участки 99 человек. Созданы запасы дезинфицирующих средств. Там входит 4 вида различных средств, которые были закуплены администрацией Владимирской области и органами местного управления. Сила главного управления привлекаются на объекты, которые впоследствии будут задействованы для проведения единого государственного экзамена. Это 54 образовательных учреждения Владимирской области. За ходом голосования проследят в ситуационных центрах. Один из них открыли на базе Владимирского филиала Президентской академии. Ситуационные центры необходимы для отслеживания хода голосования по поправкам в Конституцию. С помощью специалистов наблюдатели смогут разрешать спорные ситуации, если те возникнут на участках для голосования. Этот центр создается для оказания содействия наблюдателям, которые будут осуществлять наблюдения за ходом голосования по поправкам в Конституцию. На сегодняшний день более 5000 наблюдателей уже зарегистрировались. Это представители различных политических партий, общественных объединений, это граждане, которые изъявили желание быть наблюдателями. В ситуационных центрах будут дежурить представители областной общественной палаты, регионального отделения Ассоциации юристов России, Владимирского филиала Президентской академии. Если с какого-то из участков от наблюдателей поступит вопрос или проблема, эксперты помогут их разрешить или подскажут, куда обратиться. Главная задача обеспечить прозрачность и открытость голосования. По положению о приеме документов наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию, Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Владимирской области наделены полномочиями по подбору наблюдателей. Такое происходит впервые в нашей истории. И мы намерены в полном формате обеспечить прозрачность в этих выборах. В ситуационном центре специалисты будут работать поочередно. Каждому подготовили рабочее место. Каждое рабочее место будет оборудовано компьютером, справочной правовой системой, телефоном, на который будут поступать звонки. Помещение для голосования должно быть оборудовано всем необходимым. Процедура голосования строго соблюдаться. В ситуационном центре напоминают, все, что должен знать и помнить наблюдатель во время голосования, прописано в специальном золотом стандарте наблюдателя. Совместными усилиями наблюдатели и эксперты обещают сделать все возможное, чтобы голосование прошло четко и законно. Мы с тобой одной крови. К федеральной донорской акции компании Т-Плюс под таким названием присоединили сотрудники Владимирского филиала. Посвящена она 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Призвано данное мероприятие в том числе и напомнить о вкладе в победу доноров. За военные годы 5,5 миллионов человек сдали более 1 миллиона 700 тысяч литров крови. Мы понимаем, что это Великая Победа, которую мы празднуем в эти дни. Она косвенно как раз и связана с тем, что люди, которые погибали на войне, получали какие-то ранения, в большей степени, наверное, часто погибали от потери крови. Мы подразумеваем, что данная кровь могла бы спасти тех там бойцов, людей, которые пострадали во время войны. Поэтому эта акция приурочена к 75-летию победы. 28 энергетиков в Иваново сдали почти 14 литров крови. Во Владимире выразили готовность стать донорами еще 20 сотрудников компании. Врачи областной станции переливания крови принимали их в оборудованном передвижном медицинском комплексе. Мы обеспечиваем компонентами крови все лечебные учреждения в достаточном количестве. Тем не менее, у нас есть донорский светофор на нашем сайте, который сейчас говорит красно-желтым. Это говорит о том, что мы рады сейчас видеть всех доноров с любой группой крови и резус-фактором у нас на станции переливания. Одна порция донорской крови может спасти трех человек. Несложно подсчитать, что почти 500 добровольцев из числа сотрудников компании Т-Плюс по всей стране помогли сохранить полторы тысячи человеческих жизней. Надо помогать однозначно, какую-то лепту внести, помочь людям. Ну и у меня медики в семье. Мать медик, дочь закончила медицинский, тоже медик. Ну, как бы ситуацию я понимаю, можно сказать, изнутри. Для Сергея сдавать кровь не впервой, а вот Александр проходит данную процедуру впервые. Волнуется, признается парень. Тем не менее, решился. Накануне диету соблюдал по всей строгости. Понимает, что сегодня он и людям помогает, и здоровье свое заодно проверяет. Все по плану. Никакого мяса, никакого жирного алкоголя. Давно кроетесь? Вообще на станции с 2017 года. Процесс. Ого. Тихо, тихо, тихо. Не, хорошо, хорошо. Так, украшение работает. У нас реализована программа «Контроль здоровья». Это уникальный 20-значный код донора, который выдается после донации каждому донору. Он активируется через сутки после кроводачи. И на сайте ядонор.ру в личном кабинете сам донор может проконтролировать свое здоровье. А там идет общий анализ крови. То есть донор, совершая гуманный поступок, спасая жизни, тем самым контролирует свое здоровье еще попутно, просто так сдавая кровь. Никита Королев, Алексей Дудин, Александр Мажаров, Шестой канал. Следят за сельхозугодиями с высоты птичьего полета. Рост сельхознадзор идет в ногу с техническим прогрессом. За состоянием земель сельхозназначения сотрудники ведомства наблюдают с помощью дронов. Внимание обращают на территории заросшие сорняками. В жаркий сезон трава на неухоженном поле может и вспыхнуть. С минувшего года Государственный земельный надзор начал использовать дронов. Беспилотник оснащен камерой высокого разрешения и позволяет снимать участки, куда попасть на автомобильном транспорте сложно. Последние два месяца дрон Рост сельхознадзора изучал поля Везняковского района. Осмотрено больше полутора тысяч гектаров земель. На всех участках выявлено зарастание древесно-кустарниковой растительностью, что указывает на их неиспользование правообладателями в сельхозцелях. В ходе детализации фотоснимков, сделанных при аэросъемке, установлены признаки зарастания сорной растительностью, а также прошлогодней сухостой сорной растительности, которая может способствовать возникновению ландшафтных пожаров. К лицам, допустившим нарушение требований земельного законодательства, управлением будут приняты меры в рамках возложенных полномочий. За сохранение деревьев в парке Добросельский жители и активисты Доброго переживают, что из-за реновации парка могут пострадать зеленые насаждения. Ведь когда-то люди здесь самостоятельно высаживали березы и дубы. Вот у меня муж, он привозил просто деревья в багажнике, и мы сажались с детьми, выходили, аллеи вот эти. То есть мы по-своему видели свой парк. Но в обязательном порядке хотелось, чтобы здесь была хорошая зеленая зона, где бы могли отдохнуть. Напомним, на прошлой неделе стартовал первый этап реновации парка Добросельский. Проинспектировать, как проходит работа, приезжала и глава администрации Андрей Шохин. По проекту до сентября в парке должны появиться детская площадка, велодорожки и физкультурно-оздоровительный комплекс. Но местные жители беспокоятся за сохранность деревьев в парке. И хоть в мэрии уверены, что зеленые насаждения при реновации не пострадают, Андрей Шохин предложил посетителям Добросельского организовать общественный контроль за работой подрядчиков. Люди согласились. Раз в неделю общественники самостоятельно, объединившись в группу, приходят в парк для контроля сохранности зеленых насаждений. Практически смотрели все. И как кронируются деревья. И если есть сухие деревья, как они вырубаются только по согласованию с главным экологом. И вот сейчас и самостоятельно, и приглашают меня, как действующего депутата, для контроля того, как ведутся, проводятся работы, как вообще обращаются с зелеными насаждениями. Жители признаются, слухи о том, что в парке вырубают деревья, появились сразу после начала работ. Но подтверждения им люди так и не нашли. Прислались сообщения, я смотрю, написали, что в парке вырубаются деревья, березы, и увозятся, и заветаются льды. Мы сразу с ребенком одеялись, мы здесь рядом живем, пошли, посмотрели, нормально машины уезжают с землей, с грунтом куда-то увозят, никаких деревьев я не увидела. Все деревья на месте повторяют это и строители. Чтобы успокоить жителей, им провели экскурсию и показали, как проходит процесс реконструкции. Вот смотрите, мы прямо сквозь деревья проходим, трогаем деревья. То есть, то, что там повреждено, это сделаем, ну, ветки подъезды, коронацию сделаем. То есть, максимально сохраняем все деревья. Что же касается плановой инвентаризации, во время которой срезают сухие и больные деревья, то и тут строители и чиновники предлагают жителям самим проконтролировать процесс очистки. Вырубать сухостой будут лишь под контролем активистов и главного эколога города. Мы возьмем баночку краски, покрасим их, что эти деревья нельзя вырубать. А те, которые нужно удалить, их должны будут удалить. И они уже будут смотреть, где здесь площадку построить. То ли ее правее, то ли левее. Это уже. Я так думаю, что мы со строителями найдем общий язык. Реновация парка идет по плану. Строители, не задев ни единого дерева, уже вырыли котлован под канализацию. А также подготовили место, где будет стоять детская площадка. Екатерина Корнилова, Максим Истомин, Шестой канал. Экология родного края. Хватает ли Владимиру зеленых насаждений? Что делать, чтобы в городе деревьев становилось больше, а не наоборот? Не пострадают ли они в ходе реконструкции? Большой реконструкции парка Добросельский. Об этом сегодня говорим с заместителем председателя Владимирского горсовета Ларисой Пышониной. Она гость студии Шестого канала. Лариса Васильевна, здравствуйте. Добрый вечер. Лариса Васильевна, началась. Наконец-то началась. Я знаю, многие, особенно жители Доброго родили, чтобы реконструкция, ремонтные работы, и парк наконец-то начал приобретать уже вторую жизнь, второе дыхание. Каким образом и за счет чего удалось пробить все-таки историю, чтобы оно сдвинулось с мертвой точки, и в парк приехали строители? Да, вы правы. Парку быть. Парк Добросельский – единственное место отдыха для жителей Фрунзенского района. Всегда говорила о том, что парку Добросельского быть. Сложно было это сделать. Мои депутатские запросы, выступления на бюджетном комитете, понимая иногда о дефиците, но очень хотелось мне добиться для жителей Фрунзенского района, чтобы парк был. И в 2019 году жители города голосовали у нас за общественные пространства. Вы, наверное, помните, более 800 подписей было за парк Добросельский. Так как парк очень большой, 17,5 гектар – это очень большой парк. И в проектной документации, когда была, осмечен он был почти на 600 миллионов. Это очень много. Поэтому проект удешевили до 350 миллионов. Общая сумма проектной документации, выполнения работ – 350 миллионов. 350 миллионов они не сегодня-завтра придут, а что это разделено. Конечно. Хотелось бы сказать, что первый этап строительства закончится у нас в сентябре месяце. Туда будет входить у нас очень большая детская игровая площадка. Это будет детский городок. Практически в городе у нас, как сегодня общались и со строителями, и с проектировщиками, в городе у нас такой площадки больше нигде нет. Далее – теплые туалеты, освещение, велосипедные дорожки будут туда устроены. Все это в сентябре жители должны будут увидеть. Кроме того, мы получаем два физкультурно-оздоровительных комплекса. Эти комплексы зимой будут осуществлять свою деятельность как зимние игры. В летние и осенние периоды это будут и футбол, и баскетбол. И практически мы спорт выносим на улицу, в парк. Вы правы, что многие жители микрорайона были очень обеспокоены, когда начнутся работы. Очень были обеспокоены тем, что куда-то пропадут зеленые насаждения. И создали общественный контроль. Обратились к главе администрации Андрею Станиславовичу Шохину о том, чтобы им совместно с депутатом, они обратились ко мне, я действующий депутат как раз по этому округу, обратились, чтобы самостоятельно контролировать сохранность зеленых насаждений. Мне было очень приятно, что ко мне обратились активисты микрорайона, которые были очень обеспокоены вырубкой деревьев. Они думали о том, что если сейчас начнутся строительство, практически будут рубиться деревья. Пригласили меня в эту группу, создан чат. Сначала это они самостоятельно, потом они с депутатом. Потом обратились к Шохину Андрею Станиславовичу. Андрей Станиславович поддержал, сказал о том, что это практически будут помощниками. Проектировщики уже встречались, практически обходят, в рамках проектной документации обходят даже деревья. То есть смещая проект, обходят деревья. Я хочу сказать, что вот читая чат, многие говорят о том, что сегодня выходили с проверкой. Отметили деревья, которые они там думали, что возможно их будут вырубать. Хочу сказать, что даже к старым аварийным деревьям, которые должны, которые подлежат вырубке, которые действительно опасны, нужно, подходит очень тщательно. Когда выходят с проверкой активисты, и те деревья, то есть в основном там кустарники или старые аварийные деревья, которые предполагались к срубу. То есть, первое, согласованность с экологами. Второе, уже говорили о том, что обговариваются, если есть такие. То есть они обговариваются, то есть и тогда только убираются. Без разрешения общественного совета ни одно дерево не было тронуто. Я еще раз повторюсь, что даже строители обходили в рамках проекта эти деревья, но деревья все сохранны. Не получится ли такая ситуация, Лариса Васильевна, как получилось в Центральном городском парке, когда несколько лет назад там открыли Ледовый дворец, все радовались, что ура, фигурное катание, хоккей, матчи, трибуны. А в итоге-то вся эта история получила коммерческий оттенок, и совсем это не бесплатно. Вот вы сказали, что несколько фоков планируется, детская площадка. Не получится ли так, что через какое-то время, что это все опять же перейдет в коммерческую структуру, и вход будет за деньги? Депутаты должны взять на контроль. Финансировалось этот проект как общественное пространство, федеральными средствами. Мы говорили о том, что часть городских денег, часть федеральных. К сожалению, область не пришла на финансирование первого этапа. И вот и у меня, и у жителей есть такое беспокойство, у меня как у депутатов, потому что я знаю, что долгостроев у нас бывали в городе. Хватает. Хватает, да. И есть такое беспокойство, если, конечно, область не подключается ко второму и к третьему этапу. Все-таки муниципальный бюджет не такой-то большой. Однозначно, если федеральные, конечно, поступят деньги, и мы однозначно справимся со всеми тремя. Хотелось бы, чтобы все-таки область посмотрела на строительство парка, услышала чаяние жителей Фрунденского района и помогла, чтобы все-таки завершено было все полностью строительство. Ну, я помню, Андрей Саниславович Шохин еще на своей пресс-конференции заявлял, что, ну, ребят, реально сложно одному потянуть всю эту историю, потому что даже с учетом того, что удешевили с 600, как вы сказали, до 350. Что касается еще одной такой инновации, я думаю, это инновация для города Владимира, док-парк так называемый. Вот про него немножко подробнее расскажите. В какую очередь планируется и конкретно как эта история будет располагаться? Док-парк – это прежде всего парковая зона, где жители, имеющие четвероногих животных, имеют возможность выгуливать своих собак. И не просто выгуливать, еще они могут осуществлять там какие-то учебные тренировки с собаками. Неоднократно жители обращались с тем, что выгуливать собак хотелось бы тоже как бы и комфортно, и не во вред другим жителям, кто гуляет или играет с детьми. И впервые, наверное, в наших парках организуется пространство для людей, кто любит своих животных. Понятно, что цену, опять же, удешевили, но желание до жителей, за что они там голосовали, собирали подписи, чтобы вот эти элементы в парке были, вот эти зоны были, да, с удешевлением проекта практически в два раза, вот насколько желание и возможности сходятся? Многие жители просили фонтан. Для людей пожилого возраста очень важно находиться, они хотели любоваться, то есть чтобы была влажность, чтобы звучала музыка, чтобы они приходили, отдыхали. Для молодых мам многие говорили о том, что хотелось бы, все-таки этой площадке, они очень рады этой площадке большой, теплые детские туалеты, то есть туалеты там будут предусмотрены. Для спортсменов многие подходили и говорили, хотелось бы не просто тренажера, которые у нас вот в городе стоят, а именно комфортные, то есть можно прийти и сделать зарядку, и после пробежки можно подтянуться, то есть такие все силовые элементы, где могли бы. И еще, конечно, это организация и досуга подростков. То есть спорт не только в закрытых помещениях, а именно на улице. Мы говорили о том, что это очень важно, чтобы молодежь использовала эти физкультурно-оздоровительные комплексы, которые запланированы у нас здесь быть, чтобы они приходили, чтобы создавались дворовые команды, для того, чтобы молодежь участвовала, играла и в футболы, и в баскетбольные команды, и в волейбольные. Это практически здорово, потому что еще хотелось бы сказать о том, что очень хорошо продуманы моменты освещения, как велосипедных дорожек, так и освещения этих стадионов. Что касаемо, упомянули вы фонтана, планируется все-таки или не планируется фонтан? В эту очередь он не планируется. В первую очередь? Сколько будет средств, естественно, будем ждать все-таки помощи региональных наших. Чем больше шансов того, что область подключится, тем больше шансов будет увидеть фонтан? Конечно. Тем больше шансов увидеть еще многие-многие вещи. Думаю, возможно, будут концерты, будет сцена организована и построена. Однозначно многие хотят концерты на улице, в открытом пространстве. Это желание жителей, к этому нужно прислушаться. И второй, и третьей очереди быть должно. И я считаю, что у меня было предложение. Я хочу выступить, кстати, на горсовете с этим предложением, чтобы депутаты обратились с законодательной инициативой, в законодательное собрание о том, чтобы все-таки регион наш обратил внимание, губернатор обратил внимание на строительство парка Добросельский, прислушался к жителям и все-таки помог городу не сделать долгостроем наш парк. Городской совет народных депутатов нынешнего созыва ближе к осени заканчивает свою деятельность. На 13 сентября назначены выборы в новый состав горсовета. Можете ли вы сейчас резюмировать деятельность нынешнего созыва городского совета? Что удалось добиться? Где все-таки недоработали? Общий такой вот итог. Я услышала вас. Вы знаете, я считаю, что отчет и результаты работы депутатов – это личная ответственность каждого депутата. Я хочу сказать за себя. У меня есть правила в своей депутатской деятельности. Я ежегодно отчитываюсь перед своими избирателями. У меня также был отчет за пять лет. Мои избиратели знают, что мне удалось сделать непосредственно для округа. А у нас жители хотят видеть именно в своем округе. И я могу сказать лично за себя, что удалось, что нет. А это судить моим избирателям. Депутат городского совета – это прежде всего рупор своих избирателей. И личные качества депутата, его понимание, взаимодействие, возможность активизировать общественность в своем округе – говорят о том, какой это депутат. И его дела конкретные судить о его делах могут только жители. Спасибо большое, Лариса Васильевна. А я напомню о реконструкции парка Добросельский. Мы беседовали с заместителем председателя Владимирского горсовета Ларисой Пышониной. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если вы стали свидетелем чего-то экстраординарного, то набирайте номер 36 66 66. Если у вас есть темы для журналистских расследований, то звоните по телефону 54 10 30. Еще больше информации вы найдете на нашем сайте 6tv.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Сегодня вечером во Владимирской области ясно, без осадков. Температура воздуха составит плюс 11-15 градусов по Цельсию. Завтра днем в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Воздух прогреется до 25 градусов тепла. Ветер северный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра артутного столба. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 70%. Атмосферное давление 753 миллиметр. Завтра днем вischen. Время за kommers слух. Атмосферное давление 755 миллиметр. Редактор субтитров А.Семкин